Продемонстрировать свои последние творения на подиумах недели моды в Буэнос-Айресе для многих аргентинских дизайнеров это пока остаётся только мечтой. А что говорить тогда о непрофессиональных швеях из бедных районов? Впрочем, именно такой группе женщин недавно очень повезло. Они смогли показать наряды, которые пошили сами, на одном из модных показов. Этому способствовала благотворительная организация, название которой дословно переводится как «швейные сети». Она уже помогла сотням женщин начать новую жизнь и освоить новую профессию. Сегодня наряды этих женщин надевают на себя профессиональные модели. Уже через несколько минут они окажутся на подиуме перед сотнями зрителей, включая знаменитости в мире моды. Для Зули Перере это ещё один шаг к осуществлению её мечты. Вместе с дочерью, которая учится на дизайнера, она хочет основать собственную компанию по производству одежды. «Я больше не хочу работать уборщицей. Не то, чтобы с этой профессией были какие-то проблемы. Честно говоря, благодаря ей мои дети смогли учиться. Но я хочу чего-то для себя». Зули Перере участвует в этой программе уже три года. Кроме неё здесь обучается ещё около 700 студентов. Большинство женщин и мужчин из трущок бедных районов на окраинах Буэнос-Айреса. «Это люди, которые, например, живут на улице. Люди, которые только что вышли или скоро выйдут из тюрьмы. Поступив на эти курсы, они могут получить досрочное освобождение. Есть люди, которых пытались продать в рабство. Есть те, кто находится на испытательном сроке. Или бывшие пациенты психиатрической клиники. Так что контингент разный. Мы не только даём им навыки, но помогаем им влиться в общество». Главная цель этих курсов – научить студентов шить для модных домов. «Я хочу сначала работать на какую-то компанию, чтобы получить больше знаний и опыта. Я и моя дочь хотим основать свой бренд. Моя дочь учится в школе дизайнеров. Я надеюсь, у нас получится. Это моя цель». Первый дебют для дизайнеров завершился ещё одним приятным событием. Они смогли сами выйти в своих нарядах и насладиться аплодисментами зала.